наш эфир продолжает программа леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте леон доме событий вернее скандал который средства массовой информации сша обходят стороной понятно почему и имя которое упоминается в этом скандале наверно уже никого не удивляет hunter байден я думаю что нашим слушателям и зрителям будет интересно узнать какие-то подробности этого скандала чем идет речь поскольку еще раз повторю сми об этом молчат а ну да история действительно интересная своей я бы сказал необычностью в политической социальной жизни скажем запада а но есть попробуем начать что называется с того начала с которого сейчас все началось а вчера я думаю что уже позавчера если если по лондонскому времени в газете который называется daily mail это одна из крупных лондонских газет на их веб-сайте появилось видео а накат где там 7 8 наверное минут видео на котором отчетливо видно что hunter байден в состоянии так сказать легкого ну какого-то возбужденно состояние его странного немножко состояния во первых так сказать что делает такое что очень положительной кровати голый так в полу поворот к нам потом поворачивается спиной вроде бы таскать нюхает чего-то такое чего там скажем как очень похоже что нюхает кокаин там же женщина достаточно обнаженная то есть ну совсем я бы сказал обнаженная все это сделано чуть-чуть это затушеванно блюли то что называется по-английски то есть лица не можешь разглядеть и особенность эти подробности там таскать чтобы не было чтобы это не сняли из-за из-за порно каких-то дел но совершенно понятно что и он голая она голая что это кровать что там тумбочка что там так сказать похоже что в кокаин и вот значит он там нюхает кокаин то поворачивается спиной к нам и все это снимается на что-то что стоит буквально в двух метрах со стороны ног кровати я выскажу предположение что снимается на его лаптоп на собственной я сейчас объясню через некоторое время почему я считаю что это его собственного и вот тут начинается самое интересное что честно говоря смотреть как нюхает контрабайден кокаин и как он там совмещается с женщиной который в процессе понятно что она нанятый человек то есть происходит капонажем и он рассказывает ей чрезвычайно занимательную историю и вот собственно из этой истории она все и появилась в лондоне из этой истории как бы волны ну скажем сказать пошли по политическому миру всего по всему земному шару и единственное где они не проявляются это семинар штат каменька потому что у нас все сквачено все хотя можно найти найти можно так чтобы кто-то об этом говорил кроме там совсем правах в числе которых скажем фокс и усы по-моему и не входит и того что такое там говорит рассказывает вот следующую историю а тут мне один приятель мой драг-дилер то есть такой с наркотиками короче приятно как потом в конце становится понятно он не его приятно просто до тех который снабжал его наркотиками а предложил поехать в лас-векарс ну я сначала сказал что не хочу а потом он сказал что там будут такие будут отличные совершенно значит скажем сексуальные забавы назовем это тогда свалки и того подобное столько наркоты и столько всего интересного и вкусненького что я тут же сказал а ну раз так коллега раз давай поедем и он поехали мы туда там еще два его приятеля значит коту у которых похоже у них как он говорит у них какое-то совместное дело как-то в общем они связаны типа вот такие банты и поехали в одно место все было закрыто поехали в другое место я так расстроился где же эти сексуальные вот там эскапады а потом они нас откуда-то притащили и тут мы выясняем что драг-дилер он русский либо так сказать российский либо какой-то очень имеет отношение к россии и притащил он брюнетку чудо такая брюнетка тоже вот российская не очень понятно остальные два они имеют к россии отношения или нет а по крайней мере вот мы выясняем что некая группа из четырех человек начала его возить давать ему наркотики и в одной сказать они на какой-то крыше оказались в пентхаузе оказались очень в финале после детских дней вот таких мытерс а он как сказать он рассказывает он впал в состояние такой передозировки серьезной и отключился а значит вот причем ночь кололся нюхался и прочее прочее с этой вот русском какой-то там происхождение язычное не знаю девушки под названием проститутка а наркотики снабжали его всем этим делом когда он уже выключился полностью они и выключился он в ванной в пентхаузе наверхом даже какого-то высотного здания это ванна почему-то стояла на крыше в метре от крыши с которой легко можно было упасть если вылезти из этой ванны и поскользнуться или просто влезет в ванну и пойти в ту сторону значит вот когда они его довели вот до этого состояния они решили сваливать по его рассказу они вычистили этот самый пентхауз там прочее прочее то есть чтобы следов никаких не было я так судя по всему что дальше происходило я подозреваю что они вычищались до отпечатки пальцев а после чего они вызвали штаммуланс чтобы быть уверенными что не скончался товарищ который лежал в ванной и они обсуждали откуда вы знаете я не знаю но по крайней мере он рассказывает что они обсуждали значит что если мы его здесь оставим то дым может окочуриться от передозировки либо может встать споскользнуться и упасть просто с верхнего этажа и разбиться а начали вызвали амбуланс издали его медикам и исчезли а вместе с ними исчез его лаптоп на что здесь лондонская девушка который тоже пару раз где-то называли русской но думаю может быть ошиблись потому что нет я посмотрел это видео в несколько раз никаких отличительных признаков что на русской или русскоязычное прочее я не знаю но в паре публикации говорила что она какое отношение к россии тоже или значит девушка его спрашивает девушка не совсем глупая она подожди секундочку а ты ведь значит как бы сын вице-президента а не думаешь ли ты что да а значит и что она что-то было в этом на этом лаптопе долги ну там такой секс как бы жесткий очень что это значит я не знаю но могу догадываться ну и там всякие разговоры о том что я зарабатываю зеленый денег ну так сказать зелен это они говорят когда очень 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 много то училище но это там зелен то есть а опять же не то что он говорит я зарабатываю много денег тоже подумаешь он сказал порвался он похоже рассказывает как он зарабатывает много денег и все это у него находится на лаптопе может быть значит со свидетельствами он вообще любил ставить лаптоп как похоже приближняется лаптопы сейчас объясню почему говорю значит в конце и записывать все что происходит в него там очень много чего происходило чего он записывал а потом не стирал и вот этот самый лаптоп он исчез после чего по рассказу хандера майдана он бросился искать этого самого дилера не нашел так сказать то есть не слишком близкий друг его подельщиков девушку был брюнетку якобы значит хорошей фигурой из которой он искал улся занимался сексом нюхался там и там воду и вводился в свой организм то есть они как бы в воду канули а вместе с ними в воду канул и его лаптоп так что становится очень похоже что целью этой операции вывести его вас вегас довести его до такого состояния может заснять по дороге еще как-то а потом украсть этот лаптоп на котором что-то много чего было записано значит вот и была цель украсть лаптоп теперь лаптоп меня сразу заинтересовало секундочку лаптоп лаптоп русские украли лаптоп но мы же знаем один его компьютер лаптоп который он принес чиниться а мастеркулью забыл его там и через месяц хозяин когда не забрали нас есть такое закон правило не знаю что если ты что чинишь там или делали что-то сервис какой-то сказать а тебе не расплачивается имеешь право забрать то продать и получить те деньги которые тебе должны из этой продажи он залезли на самые лаптопы выяснил что там порнуха кошмары и прочее прочее таким образом этот лаптоп вернее копия с того что было попала крути джиуэлли а триджиуэлли попала в нью-йорк пост а потом этот лаптоп забрал афбр как воду канул уже сделали все возможное чтобы никто никогда ничего не увидел и не узнала 2 лаптоп тоже существовал дело в том что у хантера был очень близкий приятель а значит сейчас забыл секунду его потаскать он психиатр и выступал на фоксе время от времени по-моему трей его звали сейчас просто вылетело из головы а значит этого психиатра он по выступал по выступал а потом его несколько человек диска его больных пациентов обвинили в том что он во время сеансов пытался жестко пытался приставать к сексам и у него решили право на практику но тем не менее значит право тусоваться с хантером байденом и решили и вот значит когда на него там еще всякие там дела уголовные были заведены у него был обыск дома и нашли еще один лаптоп хантера байдена который тоже пошел фбс огромным количеством секса дракс анду и джонс там таскать и того подобное который фбр опять начало от нас и от общественности скрывать то есть это уже два лаптопа теперь значит третий лаптоп это вот тот как про который байден жалуется что у него там была куча всякого и его таскать замели замотали некие таскать люди связаны с россией но ведь запись вот это которая велась и которые потом дэйли мэйл поставил она ведь велась уже после того как вот произошли все эти истории до того байдена выбрали откуда мы это знаем потому что она говорит его девушка сантажировать сантажировать и он говорит да папа сейчас выбирается в президенты вообще будет кошмар если таскать от вообще пойдет кому-то так там так там так много всего значит там такого можно что-то скрепла значит это уже как бы четвертый лаптоп а которым хантер байден похоже пользователь должен записывать протоколировать все что он делает он такой пишут самбо о своей жизни приключения значит хантера байдена в мире секса драгс наркотиков и уже похоже шпионажа потому что дальше начинаются очень интересные вещи пропадает лаптоп информация значит на котором есть такая из-за чего он жутко хантер нервничает что не дай бог его значит кто-то узнает папа папа его или не други его папу узнают о том что там есть вот такое я подозреваю что там кое-что папе тоже говорится о том что папа принимал участие в минимум получение денег от китая там один раз 5 миллионов пришло прямо на ну цели потому что рассказывают очевидцы и прочее прочее 5 миллионов с китая пришло просто на семью байденов опять время пришло на компанию которые они организовывали для того чтобы зачастую с китайцами вместе не организовать а ну и там получение денег естественно от батуриной из москвы вроде бы как за крышевание проституток в америке а получение денег из румынии такие были получения денег из буризмы за то что спасали спасали этих бандитов спасали от виселицы то есть много чего может быть там на этом лаптопе и вот этот лаптоп неизвестно где находится пропал спрашивает девушка все лондонская все ее цитируют подожди а тебя не пробовали шантажировать по основанию нет нет значит а я на это отвечу а зачем шантажировать им кто такой вот шантажировать байденов папу и маму это да шантажировать американское правительство это да а шантажировать самого хантера а затем ну лоу лайф то что называется да наркоман педофил алкоголик трепло идиот судя по тому что он проделывает мы уже обнаружили 4 лаптопа значит упал его нож и было больше он и постоянно теряет после молотов чем через записывай адачу он еще их теряет тот заносит в мастерскую забывает что-то дает него стон забыл его увидя очевидно состоянии при котором ты ничего не помнишь от своего приятеля психиатра то он ездит с этим лаптопом записывает самому себя и все остальное что с ним происходит а потом отключается у него его уносит то вот сейчас он сидит с этой диваха и записывает зачем все это записывает это потом каким-то то есть этот лаптоп тоже где-то появился номер четыре он тоже не у него в руках блядит хандер байден сам станет о себе помещать daily mail а такие вот интересные видео то есть как минимум два лаптопа уже где-то там у дружестных или не очень дружестных людей и вот начинаешь думать трампу говорили что трамп приехал в москву нанял двух проститутов и вообще такой ужасный трамп и там заставлял их там что-то такое делать и сейчас русские все это записав смогут его шантажировать это был кошмар это было так сказать расследование газет ежедневные перемывалось все косточки все все уговорил хантер все есть на видеотейп все записано явно совершенно уже куда-то попало его самого никто не шантажировал хотя пропал как минимум один но похоже что уже едва лаптопа а те утечки из газет и журналов из того же нью-йорк пост могли быть сколько угодно потому что у них есть полная копия списана с хан-драйва этого лаптопа огромное количество без здесь то есть свидетельств тысячи не один и два тысячи свидетельств абсолютное молчание и придя к власти байден вдруг разрешает путину тоже запретил делать трамп разрешает ему достаивать северный поток 2 назвав путина убийцей бездуховным или там убийцей без души проходит две недели друг байт он сам звонит и умоляет уговаривает путина встретит назначает встречу мчится к нему не едет и нет не общается с украинцами хотя обещал сто раз то делать ничем не помогает не посылает оружие украины практически сдает как вы все понимаем украинское государство на 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 волю на волю что называется его северного соседа много еще чего делается такого страннейшего безумно странного что не не вписывается в америке от этого хорошо а вписывается в америке от этого плохо но зато хорошо россии один представим себе что владимир надеюсь щедро рукой делится информации интересного видео с этого лаптопа своими друзьями китайцы тогда начинает ставить становиться понятно почему прекращено расследование откуда пришел к вид к нам почему расследование о деятельности десятков тысяч китайских студентов якобы студентов на самом деле можете не знаю что эти люди приехали из разведки и тому подобное и сидели здесь не для того чтобы учиться должен воровать информацию из америки и в исследовательских центрах по по обмену учеными и тому подобное приезжают люди воспитанные в армии китая и и специально для того чтобы воровать какие-то определенные вещи у нас прикрыты все расследования около 10 тысяч было на подозрение все закрыть здесь становится понятно какие-то вещи которые были непонятны раньше я не утверждаю что так и есть я говорю что просто когда что-то очень похоже на правду а потом начинаешь думать а это событие она вписывается вписывается а это событие она вписывается вписывается читаешь думать что где-то у кого-то собрана мощная библиотека материала связанная с деятельностью хантера байдена драг дракс наркотики девушки там и тому подобное может быть девушки бодроста при котором просто у нас в америке сажают на всю оставшуюся жизнь чтобы на самом деле знаем что такое было узнаем мы знаем что такое было доказать просто при всех условиях при которых поставлены сегодня штузенция и и право в совершенство веке этого доказать невозможно тебе просто не дадут этого доказать но может быть еще и собрана хорошая библиотека того что вся семья байдена делала во главе с самим джо его братья там его . потому что время от времени выскакивать какие-то материалы ну вот и пошли для что я хочу сказать по этому поводу это это все грязно это все невероятно противно это просто думать о том что вы живем среди шанс америки великой стране которая выбрала выбрала да спите это подтасовала я уж не знаю сказать заставила подтасовала придумала вот такого вот а ублюдочного а президента я понимаю что он чучело что просто набитая салома и чучело но формального придется не шанс америки вот так вот а последнее что интересно это кто же интересно сливает в англию эту информацию потому что эта информация может раскачать байденовское президентство то есть с моей точки зрения россия заинтересована чтобы байден был президентом если у них этой крючки китай очень заинтересован потому что все что делает это плюс китаю в минус америки кому кому надо байдена под 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 подсиживать как попытаться раскачивать кто этим занимается я не знаю вот как бы у меня ощущение что это не республиканцы и потому что они не способны чему нет все способны сюда а просто потому что у них выхода в таких сейчас нету своей точки зрения выхода есть у демократов выхода есть у власть в руках полностью забрана сегодня ну там назовем это социалистическими там демократами на самом деле просто марксистами и все а вот зачем кто из них ну первая мысль приходит камала ханик да ну я просто как бы вот нет у меня ощущать не знаю может быть я просто думаю что у нее нет своей клипки я думаю же нет своей как бы группы которые она может повезти потому что если у нее такое есть тогда как бы это первое что приходит в голову до камала хочет чтобы байден ушел байден уходит и уходит долг до всяких выборов означает что восстановится президентом и и никто никогда в жизни что называется не выберут и люди харизмы и не знаний и умений только отрицательные показатели того что делает но когда человек уже сидит в качестве президента то партия сплачивается за ней и сзади и пытается ее так сказать становится значительно более легко как переизбраться в президенты чем избраться первый раз поэтому скажем но вот камала хариз первая кандидатура у меня как бы вот нет такого ощущения поэтому я думаю что это какие-то группировки внутри демократической партии которые могут сказать могут довести дело до того что байден и камала не будет переизбираться и нужно замарать их до такой степени чтобы может быть выкинуть и камалу и байдена из белого дома и привести кого-то своего третий чем у нас в списке нэнси пелоси и вот тут уже вот тут уже а у меня как бы так сказать больше веры в том что у нэнси огромное количество своих людей она диктатор она умеет дергать людей за ниточки она умеет заставлять она убить ну и почему бы ей такой красавицы нежной милой не захотеть стать президентом да ведь она всегда брокер сзади сила темная которая всем управляет дергает за ниточки потому что она захотела вынести на на белый свет можно захотела стать стать в белом доме двумя ногами и вот что называется перед уходом на тот свет почувствовать что такое быть президентом соединенных штатов америки ну еще историю сделать да первая женщина везде мы уже будем смотреть как будет дело развиваться я предлагаю сережу уйти на перерыв если у людей у наших слушателей есть какие-то идеи почему это выскочило сейчас кому это нужно да это не фейк все это тасканец поверьте эффект так я все-таки немножко про видео понимаю так сделать это невозможно да и выскакивали всякие другие вещи так что вот кому это надо почему сейчас а кто с этого можно получить кто с этого может проиграть вот это интересный такой своей точки для разговора если после перерыва скажем наши зрители и слушатели будут звонить и по этому поводу общаться с удовольствием послушаю их мнение договорились буквально через несколько минут вернемся и продолжим возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 было бы интересно узнать ваши варианты что же все таки происходит и почему произошел слив этой информации от кого произошел в каких целях если у вас есть на этот счет какие-то соображения пожалуйста звоните а первый раз когда первый компьютер появился дэн банджино высказал предположение по моему он ему принадлежит это высказание что бар спас страну и так сказать от шантажа что якобы слив вот эту информацию он тем самым лишил обладателей этой информации шантажей то есть но у шантажировать можно тогда когда у тебя есть какие-то секреты про того или иного человека а вот когда эти это уже не секрет то вроде как и шантажировать смысла нет то есть чем шантажировать и рассказывать о том что всем уже известно или может быть там действительно столько информации но сейчас потихонечку так сказать вот то что daily mail выдал наши сми это все дело так сказать под ковер за запихали со временем ну и все и молчат вроде потихоньку информация просачивается просачивается а потом если вдруг начинает возникать вопрос как обычно помните это это уже не новость это уже не новость это уже старая тоже так сказать было и никому не интересно все это ерунда но вот те примеры те когда вы соединяете эти точки это довольно интересно звучит решение которое принял здесь председатель с первых же в первые же дни своего правления они действительно чем-то продиктованы но они не могут быть продиктованы интересами страны так сказать заботы об экономике о гражданах страны они продиктованы чем-то абсолютно иным чем-то ну совершенно противоположным нельзя нельзя я согласен с этим дело в том что мы не можем сказать что они точно продиктованы тем что боится чего-то да но тем что они продиктованы чем-то за гранью интересов сша вот кстати о трампе да я должен сказать что любое действие которое он предпринимал я явно видел каким образом он предполагает что это улучшит ситуацию для сша для наших жителей для наших партнеров там для наших взаимоотношений что-то еще любое действие которое предпринималось трампом и его правительством там билдо а можно четко проследить почему бы любой человек который там заботится о нашей стране сделал бы что-то подобное можно было не придумать это можно было придумать что-то другое можно сказать что он так сказать у него получилось не получилось хотя большинстве получалось а но она всегда была продиктована благом для америки а вот то что то что проделывает байден можно вернуть объяснить как-то вот там вот придумать да но вот напрямую не видно как зачем зачем почему для велики хорошо чтобы россия достроила северный потом два наоборот ужасно или для партнеров наших ужасно или длитель или почему хорошо для америки закрыть нефтепровод из канады да почему хорошо на америке перестать производить достаточно энергоносителей чтобы экспортером и получать за это деньги они как сейчас нам сделали вы стали снова импортеры детей а им деньги вот я тут где-то себе записывал вот кстати по моему вот здесь бензин в среднем по стране за время после прихода байдена к власти вырос на сорок один и восемь десятых процент то есть это явно плохо для для нас да еще пару цифр кстати интересных если кто-то позволит а давайте попробуем принять звонок потом радов вернемся добрый день пожалуйста в эфире у меня маленький вот этот вопросик почему вы бросились со счетов обама которые тоже может как бы со стороны действовать на на нашу вот эту антихантеровскую пропаганду и у меня другой можем по-другому по другой теме вопросик я извиняюсь я если можно я не понял вопроса а потом пожалуйста можно и по другой теме возможно вы сказали что за всем этим стоит пилоси которая желает стать президентом первой женщины президента в соединенных штатах и а я подсказал вот спросил у вас почему вы бросили со счетов обама который тоже еще молодым и мой взгляд пищал лет перед тем как вы спросили еще один вопрос значит обама не может стать президентом а если вылетают одновременно и байден и камала то человек который автоматически становится президентом не избирается автоматически становится президентом это нэнси голос на этом мы знаем а вот у меня второй вопрос не потеря правда если вы это знаете тогда почему вы спрашиваете про обаму потому что демократ все возможно потому что никто не ожидал что выборы пройдут таким образом это не соответствует вы хотите сказать что если выкинут байдена и камалу то законным образом может стать обама барак обама президентом что ли я думаю что вы что-то хотите спросить интересное для слушателей но и как мы не можем добраться до того а что же вы собственно хотите спросить или вы просто к тому что вы ну там вы хотели упомянуть фамилию обамы не сказать что я что-то не сказал или не прав был объяснить а того что вот это вся политика сейчас идет не в ту сторону все это не значит что кто-то вооруженным образом будет брать белый долл или я чё-то не понимаю вы пытаетесь сказать что кроме нэнси белоси законно или незаконно но может войти в белый дом на белом коне а белый дом на белом коне черный варак оба хорошо а вот и на днях я слышал информацию о том что кредитная компания american express пригласил внука создателя а вот этого движения нация ислама которые сейчас возглавляет луис фарахан и вот этот внук первого создателя и и у они вот эта компания пригласила для своих работников чтобы он прочел с лекцию о вреде капитализм современной общественной общественной америки почему вот американские компании так вдруг неожиданно стали выступать против капитализма потому что именно капитализм они обязаны своими существовать я понял вопрос с вашим зрением я буду на него отвечать тогда если у вас больше нет вопросов повесить трубочку и вопрос который задают постоянно почему капиталисты крупные капиталисты почему они вдруг переходят на и агитируют за социализм практически а господа очень просто посмотрите в историю вдруг выясните что крупные компании те которые являлись квазимонополистами или монополистами или претендуют или могут играть роль монополистов они тут же переходят на сторону любой системы при которой есть один клиент один заказчик значит клиент который называется государство потому что значит если если клиентов и и людей перед которыми должны танцевать миллионы и и миллион десятки миллионов то им нужно завоевывать каждый день завоевывать этих лет а все время боятся что придет кто-то более зубастые как там walmart значит нет начал нервничать что пришло амазон например да сколько амазон разорил очень богатых людей и вот богатые люди не хотят чтобы приходили новые зубастые их разорят поэтому они всегда за то чтобы решение о том давать им денег или нет давать им заказы или нет принимал чиновник или чиновники которых можно чем-то одарить чем-то запугать что-то сделать и таким образом остаться на плаву остаться при деньгах все понимают что система советская не будет больше потому что она уже провалилась 37 раз за друг за прошлый век я считал как-то у меня получилось 37 я могу ошибаться естественно и все понимают что никто не будет отдавать средства производства в руки руки в руки государства отнимать людей мир с их точки зрения идет в сторону фашизма а именно когда 98 процентов населения не обладает ничем не должно обладать ничем а только это спите условно говоря у него есть потолок которого может подняться а два процента населения которые являются называются слуги народа они владеют сто процентов всем заказы идут от государства чиновников с которыми они породнились то есть политики чиновники олигархи создают то что называется называлась союзом номенклатура из которой невозможно человеком выше биту там внутри будут конечно какие там свои свои драки так ладно этого прочее прочее но практически их невозможно будет перешибить и это то из-за чего малый и средний бизнес всегда за капитализм за конкуренцию за борьбу за 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 то чтобы можно было смещать переделывать отнимать там то спите тому подобное это законным образом а крупный бизнес всегда за государственность то есть они всегда государственники они сюда против нас по моему марк левин назвал систему которая сложилась в америке не капитализмом а корпоратизмом то есть не капитализм когда работает свободный рынок когда работают законы конкуренции а корпоратизм когда большие корпорации наводят тесные связи с представителями правительства и таким образом решают свои проблемы мне не нравится название потому что значит перекидывается эмпасис перекидывается смысл как бы да на то что это вот корпорации плохо плохо знаете вот когда корпорация было становится монополистом из-за того что у нее самый дешевый продукт самое лучшее снабжение самый лучший сервис и и продукт отличный да и все любят туда покупать то цены держатся внизу и никто меня не может заставить уже завтра начали подниматься тут же появилась куча конкурентов которые пытаются в эту дурку засунуться а когда приходит государство и говорит ты не имеешь права покупать ни у кого кроме как у него и если ты будешь делать что-то что нам не нравится мы тебя сначала так сказать штрафуем потом арестуем потом умеем то это немножко другая ситуация поэтому это не корпоратизма это конкретно номенклатура которая захватила власть уже соединенных шатах америки утверждается в ней и пытается абсолютно утвердиться на всю оставшуюся жизнь они не хотят переизбираться каждые четыре года они не хотят чтобы приходили новые амазоны и сейчас амазон не хочешь приходить новые амазоны и его таскать так как только они захватывают позиции они хотят одного клиента клиента мои связи мои взятки мои то мои все я куплю остров на него буду возить они будут развлекаться с девочками а за это мне всегда будут давать отдавать все заказы вот это ужас они добрый день пожалуйста в эфире добрый день ли он совершенно правый то что сейчас это государственный строй который у нас уже по моему есть это откровенный фашизм это как раз в том духе который создавал муссолини да не надо просто путать его социализм гитлера но в истории мы видели схватку двух фашистских государств вертельного это советский союз и германия сейчас может же происходить точно такая же схватка с китаем хотя китай больше национал-социалистическое государство пока гитлера по принципу становится скажите вот насколько по вашему мнению это реально и каком может быть результат великий интуитивист джордж орвел великий интуитивист который сам был по своему духу социалистом очень правда понимал что это значит но за раем сада вот как человек он был социалистом а как гениальный совершенно интуитивист писатель и прочее у него рука выписывала правду вот написал он там очень много вещей которые сейчас происходили советском союзе и происходили в социалистической европе которую мы считали что на капиталистической на самом деле она практически никогда не была капиталистической а вот он написал что существует несколько сил он стал три силы да как огромные неуклюжие мастодоны которые все время мою и друг другом что-то отвоевают что-то отжимают то одна с другой вместо против третьей то они вдруг перестают они начинают менять искать друг другу в один прекрасный день радио кричит там эти там зулянцы ужасные и кошмарные аж мулянцы они прекрасно я не помню точно что было 1984 евразия потому что то еще да а потом вдруг на секунду радио замолкает и вдруг начинает зулянцы потрясающие братья и народ как он ненавидел зулянцев вот с момента стали говорить о том они потрясающие стал их обожать то есть вот то что происходит в мире это движение в сторону вот этих вот огромных образований а правда одно образование которое придумала штази и подхватила кгб под названием объединенная европа похоже рассыпается вот потому что крупное образование с федеративной с центральной центральным управлением они очень плохо существует но похоже что вот вы двигаемся в сторону нескольких вот таких вот крупных образований где они будут друг с другом и это уже будут пытаться уничтожать потому что они все хотят жить или кто не будет бомбить столицу того подобное но так ты сказать пытаться друг друга отжать как банды крупные отжать отобрать обмануть что-то такое сделать и вот эти медленные ленивые движения а в то время как мы с вами нам запрещено выезжать 50 миль дальше этого места где мы прописаны у нас просто автомобили будут останавливаться мы не сможем покупать ничего наши карточки не будут работать 50 километров или миль от того места где мы прописаны мы не сможем выезжать на курорты без разрешения их когда мы будем что-то говорить что не нравится начальству компьютер начальством то у нас вдруг карточки будут приставать работают вот сейчас отрабатывается все это на том что нас вырубают на три дня или там на семь дней или там на две недели вырубаются всяких ну скажем так 5 ютюбов фейсбуков и тому подобное то же самое будет происходить с вашим источником денег бумажных денег не будет то есть вы не сможете закопить под матрасовым потом тратить то есть вы должны быть и все время думать о том что говорить что не говорить потому что если вы скажете что-то не то там три раза подряд то у вас половину денег у вас пропадет на вашем счету или вообще вы не сможете получать неделю доступ ни к чему а тот то вам купит и даст у того самого будут отрезаться и т.д. то есть у нас придет такая интересная эпоха когда мы будем тем или иным образом подключены это будет засунуто в нас и будем ходить и носить это обязательно некие приборы которые будут нас контролировать и давать нам сигналы что делать как отвечать куда идти вот я помню когда мне было там лет 20 до до киностудия лимфимия работал нам говорили значит завтра все идем на демонстрацию явка обязательная значит демонстрация добровольная явка обязательно спросил сдура что это значит сказать а это не твоего ума дело кто не придет тот не получит там премиально или там что-то еще так что мы идем вот вот в сторону этой жизни и я не знаю таскать единственная надежда на самом деле на американских рынок а больше не около надежды вообще мы идем в этом направлении но пока технологии еще до этого не дошли или не внедрились федеральное бюро расследования обращается гражданам сообщать радикализации ваших знакомых ваших родственников радикализация имеется в виду не то что вы так сказать готовите террористический акт нет ваши мысли ваши взгляды которые отличаются от вашингтонского обкома они считаются радикальными вот а вас мы должны кстати когда вы разговариваете рядом с вашим телефону даже мечтает что он выключен то он передает все что надо это не то что кто-то сидит как связан как к бюбе там и подслушивает записывается автоматизируется компьютерами компьютер достаточно точно выясняют началось с того что они выясняли какой цвет вы любите какие там духи вы любите какие кино вы любите чтобы вам предлагать что-то похожее а потом политики это естественно подхватили почему не пользоваться этим и радостно все наши нетворк все наши хай-теки радостно пошли на то что передавать сырую бери в вбр там не знаю кому еще и насей передавать всю эту информацию давно уже прием на во второй год обама все это началось ты сможешь началось тихонечко и до того но во вторых второй год обама это первый срок это абсолютно утвердилась этот подонок который выступал округой для нас и какого поднялся подняв руку что ничего подобного не происходит клейпер его фамилия так что мы двигаемся в эту сторону 7-мильными шагами вашей телевизор если вы купили smart телевизор почти в каждом доме сегодня он есть вот точно так же все записывает передает а утюги еще нет хотя скоро говорят будут утики которые тоже будут передавать владельные доски будут передавать это дело да уж не говорят обо всем остальном но то что мы носим всякие часы google телефоны смартфоны там и того подобное господа сто процентов того что вы говорили бы рядом с нами говорится все это записывается хранится хранится долго и во первых это все роботами просматривается а во вторых если конкретно про кого-то будет какой-то сигнал то всегда можно нажать на кнопку выяснить все что он говорил там за последние там суток 10 лет они уже пишут когда обама избирался первый раз приблизительно с этого времени сто процентов того о чем мы говорим по телефону посылаем по емейлу говорим по skype посылаю по текстам и тому подобное сто процентов всего этого ясно давайте давайте попробуем принять звонки добрый день пожалуйста в эфире добрый день спасибо что взяли мой звонок и у меня клево на такой вопрос вот он проживает калифорнии я тоже в калифорнии живу не хотелось узнать его мнение по поводу рекол нашего гаванна вот его предсказания и какие он думает чем-то например шансов у алдера его заменить потому что он один из ведущих как говорится чтобы его заменить и бьюсом а смотрите чтобы люди которые не в курсе понимали где-то 2 миллиона человек подписали петицию о том чтобы убрать нашего нынешнего абсолютного идиота раздолбая кретина смазливого вора ужасного совершенно да но он там такой смазливый племянник на энце пилосе вот и смазливый такой красавец писали говорят значит 2 миллиона человек подписали вообще надо полтора миллиона обычно по дворам и останавливаются но все понимали что будут с иголкой прямо проверять вот просто поворачивать они выкинули 300 тысяч подписи ну чего сделать не могли потому что равно больше полутора миллиона на что мы собирали эти подписи на то чтобы теперь у населения штата штата калифорния 37 миллионов человек спросили ты хочешь чтобы он ушел и вот сейчас людям будет рассылаться как вы понимаете у нас калифорнии все честные поэтому все очень честно будут посылать получать отсылать обратно вот сто процентов все это будет по почте будут посылаться бюллетен с двумя вопросами первый хочешь или не хочешь и если хочешь то кого бы ты хотел его там список из 40 человек кого бы ты хотел видеть в качестве губернатора и если один из них получает пять процентов а все остальные меньше 5 процентов тот который получил пять процентов он становится губернатором значит если конечно проголосовали за во первых я почти уверен что так получится что вот так получилось просто что большинство калифорнийцев 51 процента или больше проголосуют за то что мы хотим чтобы он остался чудный милый замечательный любимый нами человек остался вот теперь представим себе что это не произошло потому что все исследования так называемые демократов говорят что он остается все исследования республиканцев говорят что за него против него проголосует божество представим себе что его турнули послали его и вот тебе список это 40 человек республиканская партия наша козлы вонючие значит даже не смогла договориться кого они рекомендуют голосовать они пытались уговорить сначала народ было там сто с лишним делегатов так называемых собрались неделю тому назад на сан-францискому если не ошибаюсь на собрание делегатов и значит руководство партии уговаривала их значит проголосовать за того чтобы рекомендовать и давали человека который несколько раз уже проигрывал всяческие попытки выборов то есть абсолютный лузер когда народ взбунтовался то есть публиканская партия кого ах так тогда вообще никого не будем голосовать и того из этих сорока человек 30 с лишним вот из публикации которые как вы понимаете каждый будет за себя значит единственное у кого есть то что называется name recommendation это Larry Elder который никогда не занимал никакой должности он прекрасный ведущий мне очень нравится очень люблю его слушать когда слушаю он книжки пишет он вообще-то забавный там и тому подобное да и за него там Деннис Прейгер выступал вот все прекрасно большой плюс но никогда в жизни даже певческим кружком не руководил ну это как Шеверценеггер или как Обама абсолютно вся та же самая история Шеверценеггер пришел я там правый выяснилось что он козел неправый вот я очень боюсь что если придет Ларри а он скорее всего не придет потому что демократы уже организовались уже решили за кого надо голосовать есть ли значит того самого нашего Гейвера у него самого убирают и у них они сплоченными рядами пойдут голосовать за этого человека а скажем он получит там 20 процентов а все остальные получат по 3-4-5 процентов и все он будет губернатором то есть вместо одного сукиного сына может быть другой сукинца так что я думаю что голосовать надо обязательно отмечать надо обязательно зарегистрироваться надо обязательно а вдруг но тем не менее тем не менее я думаю что шансов у нас приблизительно 4 из 100 леон огромное спасибо как всегда очень интересно и до встречи в следующий раз спасибо вам